Всем привет! В эфире ННТВ, программа «Хит-Трик». В студии Артемий Катков и Александр Быков. Сегодня поговорим о матчах наших клубов, расскажем про юных спортсменов и узнаем, что будет в выходные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На время заставил забыть многих, что футбол – это командный вид спорта. Лучшим матчем в его карьере, возможно, был четвертьфинал того чемпионата мира с Англией, когда Марадона пристал во всей красе. Он сначала забил рукой, а потом через пару минут обвел полкоманды английской и забил еще. Это был один из самых красивых голов во всей истории. В финале с немцами он не забил, но именно он вывел один на один Буручагу на решающий гол. Марадона точно один из двух лучших футболистов всех времен и народов. Как сейчас футбольный мир разделен на две части – Роналду или Месси – так раньше спорили Марадона или Пеле. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Пожалуй, Марадона – самый известный аргентинец в истории и сделал для этой страны больше, чем кто-либо. Продолжаем выпуск. Нижегородская торпеда вернулась домой, чтобы провести серию из четырех матчей. В выездной серии хоккеисты Дэвида Немировски потратили немало нервов как себе, так и болельщикам. В Восточной конференции у торпеды сейчас одна задача – обеспечить себе место в зоне плей-офф. Борьба за седьмое и десятое места разворачивается между торпеда, Борысом, Сибирью и Амуром. Разрыв по очкам между этими командами минимальный. Завершали выездную серию и начинали домашнюю хоккеисты торпеды матчами против автомобилиста из Екатеринбурга. В гостях нижегородцев взяли два очка. Игра завершилась победой в овертайме. И вот матч между этими же соперниками, но уже в Нижнем Новгороде. Игры Нижнего и Екатеринбурга всегда получаются равными и с небольшой разницей в счете. В этот раз автозаводцы решили это исправить. Уже в первом периоде болельщики, которых наконец-то допустили на трибуны, увидели сразу четыре шайбы. Дамир Жафяров солировал у торпеда два гола иглевая передача на миле. Автомобилист смог ответить только одной шайбой от Датсука 3-1. После первых 20 минут. Три встречи такие были боевые, упорные. Но сегодня, наверное, нам повезло. Мы забили свои моменты в начале игры и не дали им шансов, чтобы нас догнать. Во втором периоде нижегородцы добавили активности. Но ближе к середине на ледовое арене начался сумбур в игре обеих команд. И здесь кому повезет. Они дважды забивают. Отличается Зияд Пайгин и Иван Чехович. Счет 5-1. В третьем периоде за счет частых смен звеньев Дэвид Немировский смог выстроить надежную защиту. И в итоге торпеда побеждает. 5-1. Это самая игра, которую мы хотим показывать. Каждую игру. Отлично сыграли все четыре звена. Играли супер. Здорово. Главное продолжать в том же духе. Так же продолжить и все будет супер. Кто бы ни говорил, что игроки не смотрят на трибуны. А все же химия между болельщиком и спортсменом есть. Даже 20% от общего числа заполнения дворца спорта смогли создать ту самую атмосферу, которой так не хватало торпеда в домашних матчах. Любому игроку будет приятно, когда на родных трибунах болельщики провожают после матча, стоя и с аплодисментами. Поддержка была, чувствовала сразу. Я думаю, это помогло. Сразу видно было другое движение. Другой орган из ребят. Ждем степень, что один день полностью ем. Очень важно было сегодня, слышу поддержку внутри нашей аренды сегодня. После такой победы, конечно же, мы все ждали от торпеды не менее красивой игры в матче с финским Йокеретом. Они тоже, как и хоккеисты Немировски, бьются за зону плей-офф. Только в западной конференции. И в последних матчах победили московская «Динамо» и Сочи. Мощнейший натиск финнов. Первый бросок по воротам Йокерета только во второй половине первого периода. Через пару минут Толванин открывает счет. За полминуты до сирены гости обязаны забивать еще, но здесь шайба не попадает в пустые ворота. 0-1 после первого периода. Я думаю, что Немировский с ними там очень так серьезно поговорил. И они вышли, вот буквально выдали первые пять минут очень заряженные. Во втором периоде «Торпеда» и правда играет по-другому. На 23-й минуте Михаил Варнаков забрасывает свою 200-ю шайбу за клуб. Впрочем, свои юбилейные голы легенда не запоминает. Все они давались не просто так. Перед ними я не думал, что это юбилейные шайбы, это не юбилейные. Потому что приходилось. Они давались все время в большом труде. И немножко о другом, думаю, что там не о том, какая шайба была в следующем. В принципе, даже если вы не взносите, может, первую шайбу будет. Создатным первым, помню. Дальше забьет Белевич. Он подставит клюшку под бросок Чеховича. Вторая шайба в ворота эксголкипера «Торпеда» Андерса Линбека. Затем давление шутов еще больше усиливается. Тихомиров чудеса творит, но после броска «Антилы» и он бессилен. Выручает снова Варнаков. В 3-2. Главный тренер Йокерита берет тайм-аут, но смысла в этом нет. Гол чистый. 3-2. Победа хозяев. Домашняя серия у «Торпеды» продолжается, а мы переходим к русскому хоккею. Нижегородский старт вернулся домой, открыл на льду стадион «Труд» сезон чемпионата России по хоккею с мячом. Артемий, насколько я понимаю, сейчас календарь у старта очень непростой в начале сезона. Да, можно сказать, у старта на старте одни лидеры и фавориты. Это Водник, Енисей и вот как раз СКА, нефтяник из Хабаровска, Байкал Энергия. И как раз вот в первом домашнем матче они принимали одного из фаворитов этого чемпионата, Байкал Энергию. Нижегородский старт открыл новый сезон чемпионата России по хоккею с мячом на домашнем стадионе. Начало самого чемпионата вышло неудачным для хоккеистов Андрея Бегунова. Да и в целом календарь для нижегородцев получается сложным. На старте одни лидеры. Вот и на первую домашнюю игру в гости к старту приехал иркутский Байкал Энергия, который выиграл последние три матча. С таким же настроем Байкал и начал первый тайм на стадионе «Труд». Хоккеисты Евгения Хвалько открывают счет уже на седьмой минуте после ошибки защитников старта. Нижегородцы через 10 минут отвечают в пенальти. Максим Ширяев точен с 12 метров. Под конец первой половины Байкал Энергия вновь выходит вперед и также с пенальти. Первый тайм. Какой-то сумбур был. Вообще непонятно. В оборонительной линии играли молча. Просыпали все передачи. Продольные, верховые. Ловили нас на разворотах. Не успевали мы закрывать зоны, в которые шли передачи. Во втором тайме старт играет уже против ветра. И все же атаки проходят. И нижегородцы более уверенно двигаются и смелее подходят к воротам. После двух подряд удалений у Байкала главный тренер гостей берет тайм-аут, который оказывается ключевым в этом матче. После него хоккеисты Иркутска забивают два подряд мяча и делают счет крупным. Но как раз это ошибка. Мы чуть-чуть разъехались в центре поля. Стали играть широко. И от этого пошли удаления. Игроки старта стали проскакивать в центр поля. И не успел. Думаю, что если бы раньше взял тайм-аут, было бы все намного спокойнее. После пропущенных мячей времени для того, чтобы попытаться вытащить игру у старта, уже не было. Все идет от того, что сил просто не было в втором тайме. Игра еще против ветра все наложилось из-за этого. И никакого комбинационного хоккея вообще ничего не было. И через два дня старт встречался с Хабаровским Сканифтяник. Погода в этот день была очень переменчивая. Сначала шел дождь, а уже во втором тайме он закончился. И стало просто холодно. Нижегородский старт не смог победить во втором своем домашнем матче. В очередном туре чемпионата России по хоккею с мячом. В гости к команде Андрея Бегунова приехали хоккеисты Хабаровского Сканифтяник. Всю игру можно разделить на две части. Нижегородцам не хватает физики, чтобы соперничать с сильными командами. Пока были силы, стартовцы неплохо защищались и в контратаке забили первый мяч. Алексей Киселев открыл счет. Правда, гости почти тут же отыгрались и на перерыв команды ушли с 1-1 на табло. Что касается игры, наверное, два разных тайма. Прежде всего, наверное, сказалось то, что качество льда во втором тайме, оно стало позволять играть в хоккей. То есть, если мы в первом тайме были лишены той возможности играть на скорости, играть снизу, комбинировать, то во втором тайме, слава богу, точно прекратился. В начале второго тайма команды еще раз обмениваются забитыми мячами. За старт отличается Максим Ширяев. А дальше нижегородцы встают. Силы закончились и эмоционально хавровчане выглядят сильнее. Четыре мяча подряд забивает сканифтяник. И только в самой концовке тайма нижегородцы отыгрывают один за счет точного удара Максима Гавриленко. Там хорошо ребята разыграли. Гриша обыграл, въехал в ленточку, отдал мне пас назад. Я подработал грудью и вторым касанием летного пройду поворот. Могли забить, моменты были, просто не доиграли. Я говорю, не хватает опыта. У Никиты Кочетов было два хороших момента, но не доиграл. Это придется со временем. Со счетом 3-6 нижегородцы уступают. Но старта короткая скамейка. На матч даже привлекли двух игроков из молодежного состава. И все же основе не хватает физики. А это, видимо, последствия неполноценной предсезонки. На лед хоккеисты старты вышли только в начале ноября. И здесь уже можно ставить вопрос о крытой арене. О которой говорят все в клубе, но дальше разговоров дело не двигается. Много факторов. И подготовка, и арены нет. Все правильно вы говорите. То, что да, но лед заливают, естественно, уже заливают, когда уже представлен чемпионатом. И все же крытая арена нужна. Да. Учитывая, какой климат в нашем регионе и как он в целом меняется в мире, в русский хоккей становится играть все сложнее на открытом льду. Помню, в прошлом сезоне тоже на стадионе Труд была плюсовая температура, лил дождь. Как ни пытались сотрудники стадиона сохранить лед, у них ничего не получалось. И хоккеисты, можно сказать, играли в большом бассейне. В России есть хорошие примеры крытых арен, где выступают клубы из чемпионата. В чем плюс? Там можно играть и тренироваться круглый год и в любую погоду. Но еще это, конечно, дает толчок к развитию хоккея с мячом в городах. Условия более комфортные, и родители охотнее приведут своего ребенка в секцию. Продолжаем говорить о спорте. И продолжаем говорить о хоккее. Только уже о женском. Нижегородский скиф к радости своих болельщиков сейчас находится на первом месте в женской хоккейной лиге. В ЖХЛ команда играет сразу несколько матчей в туре. В гости к Нижегородкам приехал дебютант лиги клуб 7-62 из Московской области. Хоккеистки Нижегородского скифа провели два домашних матча против дебютанта ЖХЛ команды 7-62 из Московской области. В первом матче Нижегородки одержали уверенную победу. Уже в первом периоде скифянки за счет шайб Виктории Кулешовой и Ольги Прокопенко обеспечили комфортное преимущество, переиграв соперниц по всем показателям. Во втором периоде команды разошлись ничьей, а в третьем Лидия Малявка установила окончательный счет 3-0. Во втором матче с хоккеистками из Московской области Нижегородский скиф одержал победу 2-0. По шайбе в первом и третьем периоде забросили Оксана Братищева и Ландыш Фаляхова. После двух матчей женский хоккейный клуб скиф занимает первую строчку таблицы ЖХЛ. Следующие игры девушки проведут 2-го и 3-го декабря против хоккейного клуба Агидель на домашнем льду. Сейчас скиф на первом месте, но чемпионат только-только начинается и игр впереди еще много. В футбольной национальной лиге на первом месте тоже Нижегородский клуб. И перемещаемся на стадион Нижний Новгород. Последний домашний матч в этом году проводил наш футбольный клуб. Хотелось бы проводить большой футбол при заполненных трибунах, но, к сожалению, зрителей на матч не допустили. Саш, мы оба с тобой работали на этом матче. Какое впечатление у тебя оставил последний домашний матч в этом году, но, опять же, при пустых трибунах? Ну, без болельщиков Нижний Новгород уже не первый матч проводит. И с Химками тоже, возможно, самый рейтинговый матч осенью. Оренбург тоже без болельщиков. Конечно, ощущения не те, но сами футболисты тоже говорят, кстати, что с болельщиками. Играть гораздо приятнее. И в нужный момент они могут погнать футболистов вперед. Не только это дело Роберта Геннадьевича и Евдокимова. Ну, в общем-то, главное, что есть результат. Но уже весной надеюсь, что болельщики будут на трибунах. И вот как раз с нужным настроем, собственно, футбольный клуб Нижний Новгород и выходил на последний домашний матч с Динамо-Брянском. Матч 23-го тура Олимп ФНЛ, ФК Нижний Новгород, Динамо-Брянск прошел, как ни странно, без зрителей. Лидер турнира Нижегородский клуб принимал команду, занимающую седьмое место. Снизу турнирные таблицы, ну, словом, неудачницу этого сезона. Успех к нижегородской команде всеми силами рвущийся в более престижный дивизион пришел на 18-й минуте. Калинский сделал подачу с углового, далее скидка с Апеты. И Сулейманов точен 1-0. В дальнейшем, ведя в счете 1-0, Нижегородский клуб так и доиграл первый тайм до свистка судьи. Второй тайм не успел начаться, а уже Мухаммад Султонов, прозванный болельщиками Горьковским Месси, после прострела Горбунова увеличивает преимущество ФК НН 2-0. И победная точка была поставлена на 75-й минуте встречи, когда Хайманов в штрафной свалил нашего Горбунова. С Апета с 11-метровой отметки был точен 3-0. Футбольный клуб Нижний Новгород продолжил победную серию уже в этом году в нашем городе. Мы с командой Роберта Евдокимова не увидимся. У нас есть послематчевое интервью главного тренера футбольного клуба Нижний Новгород Роберта Евдокимова. Давайте послушаем. Мне не понравилась наша игра. Мы играли где-то процентов на 40-50 своих возможностей. И тем не менее 3-0 спокойненько обыграли. Брянск, кроме на первых минутах моментов, и то, которые создал наш футболист в наши же ворота. И при коне одного момента легко давалась игра. Может быть, поэтому и было такое расслабление. Это наш бич такой. Мы от Краснодара 2 пропустили, от Чертанова 2 пропустили. Сегодня очень хотели сыграть на 0 и плюс забить. Но забили 3 и плюс еще там несколько не получилось. Тем не менее, любая победа, 3 очка, мы очень рады. Ну и, собственно, с таким же победным настроем команда вылетела и в Нижнекамск на игру с нефтехимиком. Очень легко спутать название города и команды. И у меня несколько раз такое уже случалось. В любом случае, на выезд команда из Нижнего Новгорода отправилась за тремя очками. Не только заснеженным, но и нелегким выдался очередной матч для футбольного клуба Нижний Новгород. Наши земляки играли в холодном Нижнекамске против отнюдь негостеприимного нефтехимика. Первый тайм, как качели весов. Атаки и удары, и ворота гостей, и ворота хозяев. Резкие столкновения и противоборства на каждом сантиметре футбольного газона. И уже на 36-й минуте главный арбитр показывает красную карточку главному тренеру футбольного клуба Нижний Новгород Роберту Евдокимову. Следом за ним под трибуну также с удалением отправляется и сотрудник тренерского штаба Нижнекамска. Несмотря на накал борьбы, счет в первом тайме так и не изменился. 0-0. А вот во втором игровом отрезке лидеры первенства ФНЛ подтвердили, что первую строчку занимают не напрасно. На 71-й минуте атака правым флангом, пас на Калинского, точный удар и 1-0. Красивая комбинация в стиле футбольного клуба Нижний Новгород. И еще раз с удовольствием скажу, что точен оказался Калинский. И несмотря на оставшееся время и огромное количество самых различных атак и ударов, игрокам «Нефтехимика» не удалось свести матч хотя бы в ничью. 1-0. Победа футбольного клуба Нижний Новгород. По-прежнему первое место и ожидание встречи во Владикавказе 29 ноября с местной Аланией. Ну, хотелось бы прежде всего поздравить нашу команду с победой, всех футболистов, руководства, болельщиков. Важная очень игра и важная очень победа. На мой взгляд, заслуженная. Что касается удаления нашего главного тренера, абсолютно никаких претензий к тренерскому штабу, к команде соперника не было. Просто была провокация со стороны, я не знаю, переводчиком или кем был заявлен. То есть, незаслуженное удаление, на мой взгляд, которое было просто спровоцировано этим человеком. Тяжелая игра и очень много спорных решений, в том числе и судейских. Саша, ты смотрел этот матч, хотел бы, наверное, твое мнение услышать. Что все-таки произошло, когда удалили главного тренера Нижнего Новгорода? Я не знаю, что конкретно Роберт Геннадьевич сказал и кому, главному арбитру или тренером нефтехимикам. Мы все видели, что сказал представитель тренерского штаба нефтехимика. К сожалению, это в трансляцию попало, пусть и без звука, но там по губам можно прочитать. В комментариях потом писали, что это ноунейм из Нижнекамска. Нет, это никакой не ноунейм, это бывший московский арбитр Тимур Арсланбеков. И на моей памяти, когда он судил нижегородские команды, старый еще ФКНН предыдущий, да, и Волгу Нижегородскую, он всегда так прибивал, на мой взгляд, наши команды. То есть, может, какие-то счеты у него остались с Нижним Новгородом и вот так решил спровоцировать нашего главного тренера. Но, тем не менее, у него это не получилось. Ну, как красную карточку Роберт Геннадьевич получил. Ну, красную карточку получился, но, тем не менее, Нижний Новгород все равно победил. Так или иначе, 0-1. И беспроигрышная серия матчей у Нижнего Новгорода достигла уже 17. В волейбольном клубе «Спарта» появилась долгожданная молодежка. Команду собирали из школ Нижегородской области, и они уже успели дебютировать в молодежной лиге. После выхода в Суперлигу перед Нижегородской «Спартой» была поставлена задача создать молодежную команду. В самом клубе уже давно была идея воспитывать нижегородских волейболисток во втором составе. Молодежка формировалась полностью из воспитанниц наших спортивных школ. В основном из шор номер 4 и Борской школы. На данный момент мы ставим задачи первоначально сыграться, набираться опыта, потому что там уровень не детский, там уже более профессиональный уровень. Поэтому никаких задач сейчас не ставим, просто чтобы играли, готовились к будущему. Руководить командой были приглашены мастера спорта. Главный тренер Анна Муравьева и старший тренер Екатерина Крылова. Свой первый тур нижегородки пропустили из-за карантина. Второй тур команда должна была отправиться в Минск. Но место проведения игр было перенесено в Нижний Новгород. В спортивном зале шор номер 4 с 18 по 22 ноября юные спартанки провели 4 игры. У девчонок огромное желание, чего не унять. Третий, четвертый, пятый год рождения. Это наши первые шаги. Много, конечно, неуверенности, но мы будем стараться. В первую очередь не потерять вот эту уверенность и желание показать себя, сравнить. И не потерять бойцовские качества. Можете вы нас ругать, хвалить, но нам нужна очень ваша поддержка. К сожалению, из четырех игр четыре поражения. Молодежка Спарта взяла только одну партию. В соперниках по первому туру были опытные команды из Тюмени и Челябинска. Тем не менее, главная цель молодежки – набраться опыта и как можно лучше сыграться друг с другом. И, конечно, для дебюта играть дома намного проще. Это наш первый опыт, первое выступление на таком уровне. Мы все собирались из разных команд. В общем, сдружились все. Впечатления. Мы все были дружны и желали победить. Немножко не хватило опыта, но мы будем стараться дальше. За глубоким настроем вышли на этот тур. Выиграли только одну партию у Челябинска, но мы на этом не останавливаемся. И все, у нас еще впереди. На последний матч посмотреть на юных спартанок пришел главный тренер Основы Слободан Радзивоевич. Все-таки команда создана, чтобы готовить волейболисток для него. Как он рассказал, молодежка провела не так много тренировок вместе. Опыта, конечно, не хватает. Ну и уровень, да, немножко другой. Но с другой стороны играют игроки, которые на 2-3 года старше. Поэтому видно, что система какая-то. Как в системе есть. Просто так надо еще больше опыта набирать и тренироваться. Я думаю, что будет лучше. Следующие 4 матча «Спарта-2» проведет также в Нижнем Новгороде. Это будут игры перенесенного тура. В соперниках «Старатовский протон» и «Казанский Динамо Акбарс». Игры пройдут в зале «Шор-4» и, к сожалению, без зрителей. Критиковать молодежную команду, я думаю, что пока не стоит. Да, проиграли все 4 матча, но не будем забывать, что они только-только собрались вместе и все у них еще впереди. В Нижегородском училище Олимпийского резерва стартовало первенство региона по художественной гимнастике. Лучшие спортсменки региона борются за звание сильнейшей. И за место в сборной были и другие приятные моменты на открытии соревнований. Сборная Нижегородская область Лучнейший гимнасток. Понятно, что есть и слабые девочки, но они тоже стараются. Они стараются усложнять свои программы, как-то совершенствоваться в целом. Я считаю, что несмотря на очень сложный год, девочки не то чтобы не потеряли, а приобрели многое, многому научились. И все как бы по плану. Помимо самого первенства и награждения победителей, в спортивном зале училища Олимпийского резерва награждали и других победителей. Воспитанницы Елены Абраменко победили на всероссийских соревнованиях Надежды России 2020, которые проходили в Москве. Тренер довольна результатом своих девчонок. Говорит, подготовка была усиленной. Но желание, с которым гимнастки выходили на тренировки, перебивало все трудности. Что самое интересное, это где-то даже и на пользу сыграло, потому что дети пришли с таким желанием, с таким, каким-то, наверное, с возможностью именно как можно быстрее восстановиться, то есть с желанием восстановиться. Соскучились друг по другу, ну и, конечно, отдохнули, это в первую очередь. Награждали и самих наставников. На этом церемонии и чествования не закончились. Удостоверения и значки мастера спорта России вручили гимнасткам, воспитанницам Нижегородского училища Олимпийского резерва. Вручение мастеров спорта, в удостоверении мастера спорта, значка мастера спорта Российской Федерации, это является пожизненная награда, которая присваивается на всю жизнь, достигается она большим трудом. И это вдвойне приятно, что приходится награждать, и удается награждать, удается награждать спортсменок училища. Такие награды приятны и самим спортсменам. Но на этом останавливаться еще рано. Впереди есть еще много званий и наград, к которым стоит стремиться. Мастер спорта России – это очень значимое звание, но мы стремимся к мастеру спорта международного класса. Сначала нужно войти в состав сборной команды России, а затем стать победителями Кубка мира. Конечно, это приятно. Мы в этом училище уже 6 лет. Стараемся, трудимся, работаем для него. И получить здесь, в родных стенах, это особенно важно для нас. Такие события, как вручение мастера спорта, показывают, что Нижегородская школа художественной гимнастики держит свой высокий уровень. И что училища Олимпийского резерва работают в правильном направлении. Впереди у гимнасток тяжелые тренировки и подготовка к следующим соревнованиям. В январе планируется сразу два турнира – чемпионат ПФО и чемпионат России. Будем надеяться, что нижегородские спортсменки вновь покажут, что они лучшие в стране. Впереди выходные. Спортивных событий традиционно много. В субботу нижегородский старт в гостях сыграет с казанским «Акбарс Динамо». И мы, кстати, едем работать на этот матч. Мини-футбольная торпеда в ответ на матчи Кубка России сыграет с КПРФ. Торпеда хоккейная. В воскресенье 29 ноября дома сыграет с магнитогорским «Металлургом». Футбольный клуб «Нижний Новгород» в гостях сыграет против «Алании». Событий, правда, много. И мы постараемся обо всем рассказать. Следите за нашей страничкой в Инстаграме. Там мы выкладываем последние новости из мира нижегородского спорта. И делимся видео с матчей, на которых работаем. На этом наш выпуск завершен. В студии были Александр Быков и Артемий Катков. Увидимся через неделю. Счастливо. Всего хорошего. Счастливо.